Лучевая прошла у нас, делали три МРТ. По результатам МРТ опухоль исчезла. В голове ничего нет, ни метастаз, ни опухоль. Отчего же говорили нам в Вологде, мне тут передавали всякие намеки вологодских врачей, что она совершенно безнадежна и не помогут ей ни в Израиле, ни везде. Значит, произошло чудо. То есть, а планировали операцию, и эта операция теперь не нужна будет? Нет, не нужна. Ну, это вообще здорово, это лучшая новость за последнее время. Скажите, пожалуйста, вот ты приехала в Вологду, зачем? Надо было просто объяснить ситуацию, поскольку у нас появился фонд, который сказал, что нам поможет, он с сбором на проживание, потому что с этим сейчас, ну, как бы проблематично. Вот тут сколыхнулась в интернете информация, что надо было приехать просто на таких эмоциях, что и эту ситуацию просто разобрать по полочкам, и людям объяснить все, что и как. А что оттуда никак нельзя было это сделать? Это можно было сделать, но поднялась такая волна в интернете, что на расстоянии это было бы сделать невозможно, потому что нужно было и предоставить документы, они просили из клиники все это выложить. То есть... А Варя с кем осталась? Варя осталась с дедушкой. Он туда приехал, с кицей? Было заблокировано все мои счета из-за этой волны непонятно. А почему? Почему это какая связь? Ну, мы не знали почему, просто я не могла воспользоваться. Ну, это просто очередная атака каких-то машинников. Может быть, да. И тут это как бы и было принято решение, что надо ехать. Вот я вчера совершенно неожиданно для себя открыл группу ВКонтакте, давно не был, которая вот «Помогите Варе», где одна из самых больших, думаю, что в истории Вологды самая большая группа. Нет, она вообще в интернете самая большая группа благотворительная. Вот видите, это замечательно. И я там увидел очень много критики, очень много негатива, причем очень часто я увидел со стороны тех людей, которые эту группу создавали, которые были модераторами, и они многих оттуда, как они говорят, либо убрали, либо они сами оттуда уже вышли в качестве как бы организаторов. Да, это все понятно. Вот в чем причина этого негатива? Вот ваше подсказание. Честно говоря, я не настолько часто нахожусь в интернете, потому что я не могу это физически, психологически позволить. Потому что компьютер один, соответственно, ребенок постоянно смотрит мультики. И мне было предложено как бы не так часто выходить в интернете с теми людьми, с которыми я периодически общаюсь, они просто будут информацию выкладывать. По сборам, то есть было как бы принято решение до, в начале организации этих сборов на проживание, было принято решение о том, что будем отчитываться только скупыми цифрами и скриншотами из интернета щиток. Все. Чеков каких-то за булочки, за конфетки, за яблочки, ничего этого не надо. Это абсурд. Ребенок сегодня кушает, а завтра он не кушает. Ну что за это все? И только чеки на лекарства. Соответственно, это так и делалось. Ну вообще, еще когда собирали, если вы помните, Оксана, я все время обращал ваше внимание и вот к людей, которые вас поддерживают, о том, что у вас недостаточно четкий, недостаточно частый, недостаточно подробные финансовые отчеты. И я так понимаю, что вот как у меня создалось такое впечатление, что люди начали вас подозревать в чем угодно, именно потому, что они тоже просили отчеты, просили отчеты, не получали их, не получали достаточной информации. И в конце концов, как это всегда бывает, когда не хватает информации, люди начинают уже придумывать какие-то вещи. Было придумано все, такие вещи. Сегодня был сделан настолько прозрачный отчет, причем это было сделано не одной мною, а людьми, которые финансово разбираются. То есть мы 12 часов составляли отчет. Это тот, который был опубликован в группе, да? Да, да. Я видел он довольно такой, как бы, ну, он посвящен тем поступлениям, которые в последнее время пришли. Да, сначала, то есть 11 сентября был закрыт сбор на лечение, и с 11 сентября сбор на проживание. Соответственно, отслеживались суммы с 11 сентября. А по тем 10 миллионам, которые собраны раньше, я тоже, честно говоря, не видел. Значит, я привезла счет из клиники, где написано Барбару Лукавишникову, номер ее счета. Написано число, название процедуры, стоимость и количество. Внизу прописано, сколько всего было переведено денег, какими суммами какого числа. И это также все у нас совпадает с отчетом финансовым. Прямо там видно по карте, когда какие суммы переходят. Сколько уже потрачено на клиник и сколько осталось. Ну вот намекают, что так как операция не подадовалась, там некоторые волонтеры обиженные по каким-то причинам намекают, что довольно большая сумма остается. У нас 4 курса химиотерапии. Представить, каждый курс химиотерапии стоит 50 тысяч долларов. В настоящий момент на счету 194 или 196. То есть примерно как раз хватает, да? Примерно как раз хватает только на химиотерапию. Надо еще проводить... Ну а если вдруг останутся деньги? Естественно, будут другому ребенку, о чем вы говорите. Тут даже разговоров быть негативно. Да, ну вот опять же, меня очень смутила та ситуация, что люди, которые искренне болели за варьи, собирали деньги, очень искренне переживали, вот они как-то стали не то чтобы вашими противниками, но они начали задавать им неудобные вопросы. Мне кажется, что все-таки это ваша вина, не ваша лично. Потому что я понимаю, вы как мать, у вас больной ребенок, но вообще не до этого. Скажем так, ваших родственников, которые недостаточно часто, недостаточно подробно задавали финансовую информацию. Ну, понимаете, ситуация в том, что люди-то разные бывают. Кто-то хорошо разбирается в интернете, кто-то нет. Допустим, в большинстве случаев занимаются этим папы. Ну, у нас папа другой немножко человек. Он далек от интернета и всего этого сам. Поэтому все легло на мои плечи. Администраторы ушли, помощи никакой не оказалось. Вообще, по правилам группы благотворительной ВКонтакте, если мама находится с ребенком за границей, она не обязана делать какие-либо отчеты. За ней что-то делают администраторы. Мы, в данном случае, говорим не о формальных каких-то процедурах, а о том, что... Почему меня эта ситуация беспокоит? Потому что это, к огромному сожалению, не первый сбор такой денег будет творить. И не последний. Мы будем дальше собирать и дальше. Мне очень не нравится, что из-за таких вот ситуаций, из-за таких скандалов может случиться так, что люди потеряют доверие к таким группам, потеряют доверие к таким вот сборам. И мы тоже ими занимаемся. Меня это очень тревожит в этом плане. Был выложен абсолютно прозрачный отчет. Там даже вот человек, который затеял вот эту всю бочу, скажем так, вчера мы находились у меня дома. Мы все выяснили. То есть вы выяснили отношения? Мы выяснили отношения, естественно, мы адекватные люди. Причем даже возник вопрос, «Ксана, а как вы там живете? У вас запланировано больше, а вы тратите меньше». Я говорю, ну вот так вот мы живем, мы стараемся как бы... Вот так вот существовать. Ну там выдвигают какие-то... Извините, что я влезаю уже в такие частности, но я считаю, что мы должны расставить точки надеи, чтобы людей не осталось вопросов, да, о том, что вы там взяли машину на прокат, хотя там на такси было бы дешевле, о том, что вы там куда-то ездили отдыхать в Эйлад, по-моему, да, и за какие деньги, не за эти деньги, которые собрали люди. Смотрите, ситуация в том, что у меня родители тоже, они пенсионеры, они получают пенсию, они военные пенсионеры, и, в принципе, они могут позволить привезти какую-то сумму денег мне. Ребенок перед химиотерапией, он безумно хочет на море. Был вариант, либо ездить на такси туда-обратно на море и платить по 130 шекелей в одну сторону, это примерно 1300 рублей, это 2600, просто чтобы съесть. Либо взять машину, это бы вышло намного-намного дешевле, что мы, в принципе, и сделали ради ВАР. Ну, опять же, поймите, опять же, не доставать информации, да? То есть, если бы вы у себя там в группе или где-то написали о том, что, ребята, у меня сложилась такая ситуация, у меня ребенок хочет съездить на море, я для этого... А я не прошу, я не просила собирать деньги... То есть вы эти деньги брали не из... Я же вам говорю, что у меня родители, они пенсионеры, они приехали, папа приехал с определенной суммой, у меня вас начали обвинять в том, что я трачу деньги... Я думаю, что я не вижу на самом деле ничего плохого в том, чтобы вы на эти деньги сводили ребенка на море, потому что это тоже какая-то реабилитация. Вчера ребенок, меня вчера спросили, а ребенок улыбается? Я говорю, она у меня уже давно не улыбается. А вчера позвонил мне папа по скайпу, а у меня ребенок сидит и улыбается. Потому что, а мы, мама, на море ездили. Неужели какие-то деньги, может быть, выше улыбки ребенка больного? Нет, вы поймите, опять же, да? Если бы вы написали, что родители передали деньги, на эти деньги мы свозили, то все равно я склоняю вас к той мысли, что все равно не хватало информации. Когда не хватало... Слухи, сплетни и скандалы начинаются тогда, когда не хватает информации. А что касается какой-то поездки, вот представьте, во-первых, за эту поездку я не заплатила ни... Это все выложено в отчете, что деньги не снимаются. Ни до поездки, ни после поездки. То есть это люди, мы проверим, пожалуйста, проверяйте. Просто в Израиле люди, понимаете, я не хочу ничего говорить про наших людей. Я русский человек, я очень люблю Россию. Но там немножко другое отношение к людям, которые больные дети. Они спокойно могут подойти и сказать, а вот мы едем отдыхать, мы возьмем тебя с собой, ты с нами отдохнешь. Я три месяца нахожусь с больным ребенком, который сидит на бешеном колесе гормонов, который кидает в меня ложки, тарелки, плошки. Говорит мне, мама, пошла ты отсюда, такая-сюка, это очень тяжело. И при этом ты не позволяешь себе давать слабинку и даже плакать. Я научилась плакать молча. Причем квартирка маленькая, ты не можешь уйти где-то на другой конец квартиры, там поплакать и как бы прийти, у тебя все улыбка на лице. Моле ты находишься там один. Ты находишься в больнице, где по 10-9 часов, где постоянно такие же мамочки, 10-12 человек, у которых также онкологии больные дети. И каждый обсуждает, а у меня лейкоцита, а у меня тромбоцита, а вот вы знаете, что вот его из Киева привезли, а он ночью сегодня умер. А из Москвы привезли, а он умер. Это очень тяжело. И когда приехал у меня папа, и молодая пара мне предложила, что давай мы тебя просто на два дня заберем, поскольку папа у тебя посидит с варочкой, а едет такая новость шикарная, что МРТ туда-сюда, навсюду таких этих самых. Я говорю, папа говорит, конечно, едь, но отдохнешь, но хотя бы придешь себе в человека, потому что во вторник нам ложиться в больницу. Химия 6 дней будет, и по результатам анализов уже мы будем находиться в больнице дольше. То есть я могу заехать в больницу не на 6 дней, а на 26 дней. Поэтому психологически просто я хотела отдохнуть. Тут понятно просто, как сказать о таких вещах, очень трудно, такие вещи трудно понимать тем людям, которые не попадали в такую ситуацию. Да, может быть. Вот одна из причин возникновения нынешних подозрений, скандалов, из всяческих слухов, это появление фонда «Золотые сердца». Я посмотрел сегодня их сайт. В общем, такое впечатление, что они начали работать практически, ну, чуть ли не позавчера. Да, и очень мало информации, и вообще непонятно, что это за фонд. Но у него какие-то там оказались связи с НТВ, появился ролик на НТВ, и хотя сумма изначально на проживание была заявлена, ну, там полтора миллиона, по-моему, да, то тут прозвучала сумма уже 4 миллиона. Как бы я смогу сказать одно. Я в этот момент находилась в больнице. Я про фонд вообще ничего не знала. Про фонд я узнала в тот день, когда я собралась лететь в Россию. Я ничего про этот фонд не знала, потому что заявлено было миллион 300, по-моему, да, на проживание сумма, а деньги вообще не поступают. И мы поняли, что у нас остается только на проживание на следующий месяц, и все. То есть сейчас остаток на счетах где-то около 160 тысяч. Ну, они уже объявили, что собрали какую-то сумму, да? Да. И когда она должна поступить к вам? Сейчас я объясню. Значит, у меня мама начала закидывать удочки во все фонды. Помогите, пожалуйста, вот опухоль исчезла. Остались ни малейшие вкрапления метастаза. Мы не можем останавливаться сейчас. И вот этот фонд откликнулся. Мы не можем разбрасываться. Да не надо, мы не знаем, кто вы, значит, не надо нам помогать. Естественно, мы хватаемся за любую соломинку. Состояние в Варе было тяжелое. Пять дней брали соловые клетки. Честно, мне было не до телефонных разговоров, выяснений о фондах и так далее и тому подобное. Этим занималась моя лучшая подруга, этим занималась моя мама, и, в принципе, людям, которым я доверяю. Они как бы связались, и потом вышел, видимо, какой-то ролик, и мне звонят и говорят, ты знаешь, что творится в интернете, потому что вышел какой-то ролик на 4 миллиона. Я говорю, какой 4 миллиона, вообще ничего не знаю. И вот это повалилось на меня грязь, что Оксана, вы там мошенница, вы так далее и тому подобное. Они собрали сумму, они собрали очень быстро, за сколько, 24-го, по-моему, числа вышел ролик, они собрали около 700 тысяч. Они сказали, что мы готовы перевезти эти деньги, но в настоящий момент я сказал, мне ничего не надо, я прошел. Так, а почему нет? Ну, во-первых... Вы ведь эти деньги, собственно говоря, не украли, вам эти деньги не предлагают. Я не украла, но люди так выставляют это в интернете, что я пытаюсь что-то на себя, там это очень обидно, очень печально для меня, поэтому я вообще ехала сюда с такой мысль, что я еду продавать квартиру, потому что я уже больше не могу. Ну, в данном случае, говорю, виноваты, если не вы, то виноваты ваши родственники в этой ситуации и ваши подруги, которые не смогли организовать, потому что к вам претензий нет, вы занимаетесь больным ребенком, это свой маленький ад, и вам можно только, так сказать, посочувствовать. А те люди, которые вы оставили здесь за себя, которые не смогли наладить достаточно качественное, своевременное информирование людей, согласитесь? Возможно, это так. Я не буду никого обвинять, не буду никого выгораживать. Я могу только сказать, что я все тяну, в данный момент все на своих плечах. Потому что у меня самолет, поезд, поезд, самолет, больной ребенок, который плачет, мама, ты куда? Причем папа мне сегодня звонит, говорит, и она рвет дальше, чем видит, потому что выходит радиация из организма. Это очень тяжело. И выслушать вот эти еще оскорбления, я уже извиняюсь перед всеми, хотя я не понимаю, за что извиняюсь. Я не только извиняюсь за своих людей, которые вот это вот все вроде бы заварили, эту кашу, а я извиняюсь за себя, хотя я не пойму, за что я извиняюсь. Ни одного шейки или ни одного огорода я не потратила на какие-то личные нужды. Я написала, у меня есть зарплата, слава богу, я большое спасибо своему руководству, что у меня есть зарплата пока. И говорю, хотя вы, простите, предметы личной гигиены женской, я могу купить на свою зарплату. Если все пойдет, возвращаемся опять же к самому главному, да если все пойдет вот так вот, довольно позитивно, как сейчас вот идет с аварией, мы когда можем не ожидать в обороне? Сейчас будет 4 курса химиотерапии. Каждый курс, это 6 дней химии, 3 недели перерыв. Но химия очень тяжелая, и очень короткие перерывы между ними. Поэтому, возможно, из-за состояния крови, которое будет браться каждые 2 дня, этот промежуток 3 недели, он увеличится. И мы можем там пробыть не 4 месяца, как это запланировано, можем полгода там еще проникать. То есть вы еще довольно долго можете... Конечно, мы очень долго будем там находиться. Ну вот, собственно говоря, деньги будут нужны именно на проживание. Да. Сейчас новые получилось, что та лучевая, которая проходила в огромнейших таких количествах, все зубы испортились. Врачи сказали, что уже надо 3 зуба удалять, и кучу за... Потому что будет химиотерапия, упадет иммунитет, соответственно, ранки открыты, и если что-то попадет, это сразу стоматит. А это очень страшно. Варя болела в России стоматитом. Мы сходили к врачу, было принято решение в понедельник, то бишь завтра, под общим наркозом проводить 4-часовую операцию по удалению зубов сразу и по пломбированию всего рта. А это консультация врача 400 долларов, консультация анестезиолога 400 долларов, снимки зубов еще дополнительные деньги, и, соответственно, это операция. Мы знаем, что такое в России вылечить один зуб в платной клинике. А что это, представляете, в Израиле? Сказать, что у человека нет медицинских страхов. А делать зубы все равно в любом случае надо. Ну что, Оксана, я думаю, что вот и ваше объяснение в интернете и наше интервью все-таки как-то успокоит людей. И я думаю, что те волонтеры, которые изначально помогали вам, они все-таки вернутся к вам. Сегодня, да, я сегодня уже разговаривала с одним из волонтеров. Получилось так, что помимо того, что несколько раз пытались скрыть мои карточки, взломать, мы взломали мою страничку ВКонтакте. И я предполагаю, что с моей страницы были удалены все админы из группы. Конечно, мне там пишут о провожжении, что это все ерунда, такого быть не может. Такое может быть, уже было не раз. Поэтому я сегодня с теми админами, которым, в принципе, я имею связь, я связалась, говорю, пожалуйста, вернитесь, потому что мне без вас не справиться. Мама, мама не может в той степени держать, поддерживать. Муж, да, он как бы в другом русле немножко работает. Мне самой не справиться, мне не сказать всем спасибо, потому что сегодня... Скажите сейчас спасибо. Скажите сейчас всем спасибо. Спасибо, всем спасибо. Я, конечно, скажу всем спасибо. за те средства, которые были собраны, за ту помощь волонтеров, без которой бы, наверное, вообще ничего бы не было.